Ре. Вис Этерс Ирте. Этерапевт Надежда Зейклиш. Здравствуйте, Надежда. Добрый вечер. Ну, а также у нас сегодня присутствует юный эксперт в этом вопросе. Как тебя зовут? Лиза. Сколько тебе лет? Девять. Я держу телефон. Сейчас, наверное, уже трудно найти, особенно школьника, у которого не было бы телефона. В классе у всех есть телефоны? Да. Это твой телефон. Держи, передаю его тебе. Наша тема – игровая зависимость. Тебе кажется, что она у тебя есть? Да. Почему? Ну, потому что я все время в нем сижу. В телефоне? Да. А что ты там делаешь в этом телефоне? Ну, либо играю, либо что-то смотрю. То есть для звонков или для сообщений родителям ты его используешь только по необходимости, крайне редко? Да. В основном так. Почему не можешь остановиться? Ну, потому что интересно. И что от этого страдает? Наверное, уроки не хочется делать? Да? То есть все время в телефоне? Бывает. А ты, когда просыпаешься, сразу за телефон хватаешься? Ну, если школу, то нет. А если на выходные, то да. То да. А в классе у вас, когда переменка, что вы делаете? Бегаете, отдыхаете или все достают свои телефоны и начинают в них играть? Почти все достают в них телефоны. И начинают играть? Да. Ну что ж, хорошо, давай теперь уже расспросим нашего эксперта. Надежда, ну, как я сказала, действительно, телефон – это важный инструмент, и он должен быть у ребенка, чтобы можно было держать связь с родителями. Но там есть игры. Как, в какой момент можно понять, что у ребенка уже игровая зависимость? Если он не может жить без телефона. То есть если вдруг телефон сломался, потерялся, или родители пробуют контролировать это, если ребенок чувствует панику, агрессию, злость, печаль, не может с этим справиться, ну, значит, зависимость уже есть. Хорошо. Если мы заметили вот эти симптомы, то что в первую очередь мы можем сделать? То есть ситуация уже доведена, в принципе, до болезненной определенно. Ну, в первую очередь надо посмотреть, чего мало в жизни. Если телефона много, а чего мало? Может быть, мало общения. Может быть, мало каких-то возможностей быть с родителями. Может быть, мало сверстников. Может быть, мало того, что ребенок может делать без телефона. Вот, играть в мячик, скажем. То есть придумать какие-то альтернативные моменты. Посмотреть, чего избегается. То есть зависимость – это, как правило, такая ракушка, домик, куда дети прячутся. Нужно понять, от чего они прячутся, что трудно. А как это понять? Вот вы-то специалист. А как это простой маме или папе? Ну, то есть какие вопросы задать или на что обратить внимание? Ну, в первую очередь, понять, как вы себя с ребенком чувствуете. Интересно, скучно. Что вам хочется делать, чего нет. Вот. Потому что дети, в общем-то, они до подросткового возраста все-таки нуждаются в своих мамах и папах. И очень часто это что-то про детско-родительские отношения. Тревогу, напряжение, может быть, дефицит. Может, родители работают слишком много. Может быть, родители в тревоге, в стрессе, в напряжении. Может быть, у них не хватает сил, ресурсов, времени. Быть комфортными для детей, расслабленными, нетревожными, ненапряженными. В общем-то, понять, от чего дети прячутся. Ну, вот, Лиза, ты сейчас слушаешь Надежду. Вот мне понравилось это сравнение с ракушкой, что ты как будто прячешься. Вот ты услышала, может быть, какой-то ответ, почему ты прячешься в телефон? Чего тебе не хватает? Не знаю. Не знаю, все равно непонятно. Вот она не знает, но родитель должен это понять. То есть сам уловить этот момент. Понимаете, идея такая, что человек получает для себя что-то важное. Дети тоже люди. И зависимость, чем она коварна, что потребность там настоящая, а результат нет. То есть можно, говоря с детьми, спрашивать, а чем тебе нравится? А что ты там для себя получаешь? А как ты себя чувствуешь? А что тебя там радует? И, в общем-то, у нас есть две реальности. Одна реальная, вторая виртуальная. И если детям очень-очень нужно много времени там быть, значит, там происходит что-то важное. Вот. Может быть, ребенок там успешный, смелый. Может быть, у него тусовка какая-то онлайн есть. Может быть, он там победитель, может быть, он там ловкий, или он там какой-то умный, или набрал кучу баллов. Может, у него в школе баллов мало, а в игре много. Надо же хоть где-то компенсироваться. То есть очень часто то, чем приманивают детей игры, может рассказать о том, что бы им хотелось, но трудно получить в реальной жизни. Ну, зачастую еще звучит такой совет родителям, в том числе, что посмотрите на себя, начните с себя, потому что, безусловно, дети подражают вам, берут пример. И ты не можешь сказать, отложи телефон ребенку, если в твоих руках твой телефон остается. Но современные реалии таковы, что мы, взрослые, ну, порой по долгу службы находимся в этом телефоне. Вот как это сбалансировать? Когда ты говоришь ребенку «не играй», но при этом ты не можешь выпустить сам из рук телефон. Может быть, тогда, не знаю, там, после девяти вечера или после восьми мы все складываем телефон, не знаю, в коробочку или откладываем, начинаем общаться. Может быть, такими способами? Как выйти из этого замкнутого круга? Знаете, вы абсолютно правы. То есть детям помочь, несмотря на себя, очень сложно. Здесь надо выяснить, а родителям-то зачем эта штучка? Что они там делают? И я сталкиваюсь с тем, что людям очень скучно жить дома. Что люди потеряли удовольствие от быта. Что драйв, энергия у всех есть. У родителей какие-то встречи, друзья, карьера, там, рост, конференции, семинары. У друзей кружки тоже где-то, и все самое интересное происходит вне дома. А дом – это какое-то такое скучное, пустое место, где быт, который тягостный. Все это трудно, противно, неприятно. Домашние задания, мытье посуды. И есть чувство, что это все такое тягостное. Поэтому, может быть, было бы здорово вернуть культуру комфортного времяпрепровождения дома, чтобы в первую очередь взрослые подумали, а что мне в кайф делать дома? Можно даже детей не звать. То есть я точно знаю, что когда папа или мама что-то с удовольствием делают, то детям как медом намазано. Они прилетают тут же, а что это у вас такое? Включаются, начинают делать что-то вместе. Ну, я, допустим, обожаю печь. Да, я знаю, что многие дети тоже любят. Они хоть придут, они обязательно там пальчик в тесто обмакнут. Да, если печеньки сами их вылепят, потом накрывают стол, зажигают свечки, посуду ставят. То есть, в общем-то, чувство удовольствия, радости, праздника, удовольствия от времени, проведенного вместе. И вот здесь я так думаю, что нам, взрослым, хорошо бы понять и оценить уровень тревоги и стресса в своей жизни. Потому что работа заканчивается, ну, в среднем в шесть вечера. И научиться четко проводить эту грань, все, работа кончилась. То есть, все-таки начните с себя. Это мы должны снова подтвердить. Да, вы абсолютно правы. И нетревожная, расслабленная, довольная, с удовольствием что-то делающая. Мама такая теплая, с улыбкой, которой хочется подойти, которую хочется обнять, на коленки к ней влезть, побыть рядом. В общем-то, когда такое есть дома, телефоны сами как-то забываются. Ну да, такой простой и в то же время хитрый способ. Лиза, а тебе с мамой что больше всего нравится делать? Чем заниматься? Ну, рисовать там или пиперкук испечь. А играть? Кто к нам сегодня в гости вместе с тобой пришел? Расскажи, кто это такой? Как его зовут? Мимихрю. Мимихрю, да? А у тебя же есть целый дом, в котором живут куклы, и он тоже там может жить. Насколько увлекательно для тебя там с ними играть? Часто это получается? Часто. Часто? Но телефон все равно интереснее, да? Ай-яй-яй. Хорошо, смотрите, кто-то смотрит, задумался, понял, что надо что-то делать. И это очень простые советы, которые вы дали. Но в то же время уверены, есть люди, которые скажут, ой, ну это же еще не проблема никакая. И можно запустить этот процесс. Не отреагировать вовремя, не заметить. Какие последствия тогда ожидают родители, если они не предпримут вовремя каких-то действий? Ну, любая зависимость – это довольно печальная вещь, да? Да. Человек теряет свободу делать то, что он мог бы делать, не будь этой зависимости, да? Вот. И тогда теряются те навыки, вместо которых дети тратят свое время на вот эти игры, да? Почему очень важно, чтобы дети имели свободное время от телефона? Потому что нужно осваивать этот мир. Маленькие дети, они не приспособлены. Они развиваются, приспосабливаясь к миру. И до трех лет я бы вообще не давала детям телефоны в руки. Потому что ловкость, умелость, глазомер, точность движений, точность рук, освоение физической ловкости, лазать, лепить, плавать, осваивать велосипед, там, ролики. Когда ребенок чувствует, что он ловкий в физическом мире, он чувствует себя более свободно. И дети, скажем, с плохой координацией, неловкие, которые не могут быстро бегать, лазать, прыгать, кувыркаться, забираться, которым сложно что-то сделать, они чувствуют себя менее уверенными, тревожными. И эта тревога – это один из таких стимулов, как я уже сказала, спрятаться. Поэтому развиваться в контакте с реальным физическим миром – вот это первое. Второе – очень бы здорово как-то родителей наших успокоить, чтобы они не переживали за будущее детей. Потому что начинают детей обучать грамоте с двух лет, учить буквы, усаживать куда-то за стол. И от этой тревоги дети тоже становятся такие тревожные, напряженные, скованные. И здесь получается одна очень опасная вещь. Дети становятся испуганными, им страшно ошибиться, они боятся быть неуспешными. И когда не вышло что-то, не получилось, то дети бросают всё это. И вот тут начинается коварство вот этих виртуальных игр. Успех там достигается легче. И если у ребёнка есть тревожность по поводу его неуспешности, то он пойдёт в ту среду, где этого риска нет. Вот. И здесь в зоне риска дети с дефицитом внимания. Им очень трудно. У них силы на сосредоточение кончаются раньше, чем достигается какой-то результат. Поэтому им очень трудно. И это те дети, которые в первую очередь уходят в игровую зависимость. Ну, смотрите, Лизе сейчас 9 лет. У неё игровая зависимость от игр в телефоне. Может ли с годами эта зависимость трансформироваться? Потому что есть компьютерные игры, есть азартные игры. Или как это может развиваться? То есть она не может в какой-то момент просто раз и сама уйти. И так не бывает, потому что кто-то может надеяться на этот момент. В принципе, так я сказать ничего не могу. Мне бы нужно было немножко вот с тобой пообщаться и узнать, что дают тебе эти игры. Как ты там себя чувствуешь? Что там для тебя самое важное? Чем они такие для тебя особенные? И вот после этого можно было бы выяснить, как сделать так, чтобы то, что тебе дорого в этих играх, было у тебя ещё где-то кроме твоего телефона. Вот если бы удалось нам это выяснить, я думаю, что твоя жизнь могла бы быть такой же яркой вне телефона, как сейчас в нём. То есть получается, если родители сами не могут справиться и найти эти ответы, они могут всегда обратиться к специалисту, который им поможет в этом разобраться и даст такой набор инструментов, которыми тут уже будут пользоваться или нет, зависит от них. Я думаю, что вы абсолютно правы. Просто мне иногда бывает немножко тревожно за родителей, потому что список требований такой высокий. Родители должны это, должны быть спокойными, должны контейнировать, должны следить, помогать, справляться. А кто помогает им? Поэтому обращаться иногда нужно самим родителям за поддержкой, за помощью, как им свой стресс понизить, как им свою тревогу и ответственность успокоить. Ведь так страшно накосячить, не справиться, подвести детей, что-то не так сделать, винить себя за это. Я думаю, что родителям тоже довольно-таки трудно. То есть мы опять вернулись к тому, что дети – это наше отражение, они смотрятся в нас как в зеркало, поэтому начинать всё равно нужно себя. Да, конечно. И самое классное было бы, вот если вот можно было пожелать тем, кто вот нас смотрит, просто сделайте себе сегодня вечером что-нибудь приятное. Вот я постоянно про это, кстати, думала. Как тебе кажется, что тебе сегодня хотелось бы сделать? Испечь пепар-кукас. Испечь пепар-кукас. Ну, то есть, ну, главное, что-нибудь испечь. Что-нибудь вкусненькое. Ну, надо задаться целью тогда. Спасибо вам большое за этот разговор. Так, как у нас Мими… Мими… Какой его звали? Хрю. Мими-Хрю? Мими-Хрю? Мими-Хрю тоже прощается тогда с нами. Спасибо за то, что ты с нами сегодня вместе посидела. Спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вы почерпнули много полезной информации для себя. Главное – услышать её и, конечно же, что-то хотя бы из этого сделать. Спасибо. Пока.